Приветствую тебя Артур. Ситуация действительно накалена до предела. Активное наступление силовиков сейчас разбиваются о контратаке ополченцев. Ожесточенные бои кипят практически по всей линии фронта. Запад, север, юг. Кононады залпов не стихают на Донбассе и в эти минуты. Снаряды рвутся на передовой и утюжат населенные пункты самопровозглашенных республик. О самых горячих точках конфликта сейчас давай по порядку. Почти полгода относительной тишины, видимо, все-таки закончились для жителей Луганска. С наступлением темноты под огнем крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем оказались полтора десятка улиц. Советская, Тимирязева, Степана Разина в железнодорожном районе. Точечные попадания крупнокалиберных снарядов пришлись по зданию горбольницы. На соседних переулках там разрушено несколько жилых многоэтажек. Десятки местных жителей получили осколочные ранения. Есть данные о погибших, но их количество не уточняется. Взрывов в столице самопровозглашенной ЛНР не слышали с сентября прошлого года. Как утверждают в штабе ополчения, огонь ввелся с укрепленных позиций на севере. Бьют в основном со стороны станицы Луганская. Здесь накануне ночи украинские войска попытались прорвать оборону защитников Донбасса. В кровопроводительном бою нападающие понесли серьезные потери и были отброшены назад. А вот второе место для прорыва этой же линии фронта киевские силовики выбрали со стороны Лисичанска и Попасной. Здесь дислоцируется еще одна тактическая группировка противостояния. И противостояние здесь идет за стратегически важную автостраду Бахмутовка. Это прямой путь к столице ЛНР с севера. Здесь находится 31-й блокпост ополчения. Он был несколько раз атакован под покровом темноты. Но отрядам армии Новороссии удается все же держать свои позиции, несмотря на численное превосходство украинских подразделений. Попытки сводных сил украинской армии вырваться из плотного кольца окружения провалились. Из-под Дебальцева они оказались отрезаны от снабжения больше 4 тысяч пракиевских военных. Как сообщил замкомандующего корпусом Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин, регулярные подразделения буквально захлебнулись в атаке и спешно стали ретироваться с поля боя. По данным штаба ополчения о потере Киева это 21 танк, 14 бронетранспортеров и 170 человек убитыми и еще больше ранеными. А 11 украинских солдат сдались в плен отрядам ополчения. Многострадальная горловка минувшие сутки практически постоянно была под шквальным огнем. Украинских орудий всех калибров. Наиболее сильные удары пришлись по Калининскому району и Комсомольску. Но на оживленных улицах снаряды рвутся с кассетной начинкой, а также взрываются ракеты реактивных систем ГРАД. Известно, что как минимум 10 погибших и еще больше раненых местных жителей. Украинские реактивные установки спешат использовать для саморекламы лидеры националистических партий. Вот этот ролик Олег Лешко записывает накануне, в то время, как орудия открывают залповый огонь по населенным пунктам Донбасса. В частности, и по горло. Одной из самых горячих точек Донбасса остается столица самопровозглашенной ДНР. Полдня вчера украинские минометные расчеты утюжили окраины города. Район Спартака обстрелян со стороны Авдеевки. В течение четырех часов ведется артзачистка территории близ шахты Октябрьской. И под постоянным огнем из всех орудий воздушная гавань Донецка. Видимо, киевские генералы не оставляют надежду вернуть свои позиции. Сильные разрушения наблюдаются по всему городу. Уничтожены значительные участки газовых магистралей, водоводов и линий электропередач. Но пока по неподтвержденной информации число погибших горожан около двух десятков. Раз в пять больше раненых. Ну а вот по сообщению штаба ополчения, к позициям украинских силовиков у Авдеевки подтянулись значительные части подкрепления. Причем как в технике, так и в живой силе. Сейчас поступает информация, что к населенному пункту продолжают подходить эти подразделения и идут кровопролитные столкновения. Также сводные силы были собраны на Западном фронте и сейчас эти тактические группировки пытаются вернуть позиции у Песок и Макеевки. Но все атаки ополчение успешно отразило и перешло к контрнаступлению. По данным разведки армии Новороссии, киевские военные не перестают удивлять хитроумной стратегии, так называемой АТО. Активно применяют практику заград отрядов и заброску диверсионных групп. Одну из последних ликвидировали ночью в Донецке. Прятались они у ночного клуба в Пролетарском районе. Как выяснилось позже, это была группа минометчиков и корректировщиков огня. Пятеро человек в течение нескольких дней передвигались по улицам на тонированном черном джипе и вызвали немало подозрений у местных жителей. Те же сообщили ополчению дифферсантов, уничтожили в ходе операции «Перехват». Артур, тебе слово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова